Институт права ТГУ объясняет просто о сложном. Что такое эмансипация несовершеннолетнего? Жизнь современного общества регламентирована большим количеством законов и правил. Ребенок как взрослый. Так бывает. И речь тут идет об эмансипации несовершеннолетнего, то есть о получении тех же прав и свобод, что и у взрослого человека. Есть два способа эмансипации через брак и через работу. Но прежде чем начать процедуру эмансипации, несовершеннолетний должен понимать, за какие права и свободы он собирается бороться. При получении эмансипации у несовершеннолетнего возникает возможность заключать договоры, выдавать доверенности, совершать юридические сделки. Но не стоит забывать, что за свои действия несовершеннолетним тоже придется отвечать самим. Эмансипированный не сможет водить автомобиль, быть донором, голосовать, покупать алкоголь, сигареты или оружие. Так зачем несовершеннолетнему нужна эмансипация? Таким образом у него появляется возможность стать бизнесменом. А это кому-то действительно нужно. Эмансипация сложный и долгий путь. Самостоятельность не определяется бумажками. Эмансипация нужна, если вы действительно работаете и у вас есть серьезные планы, договоры, счета и обязательства. Вот так просто мы попробовали объяснить такое сложное понятие, как эмансипация несовершеннолетнего. Конечно, трудно рассказать о всех деталях в коротком ролике. Современный юрист это профессионал, специалист, который разбирается во всех тонкостях права. Его отличает не только знание законов, но и умение их применять. Институт права Тольяттинского государственного университета это качественное образование для тех, кто хочет изучить юриспруденцию.